Всем привет! У нас сегодня следующий день. Я иду на посылку отправить. Юбку наконец-то... Ой, точнее на почту отправить посылку. Юбку наконец-то продала. Но светильника я уже не хочу. У меня Юрка сегодня Рэмбо. Рэмбо. У нас солнце светит. Такое яркое. Да, сейчас покажу. Мы просто встали тут возле ларёчка кофе. Купить кофе, выпить Американу со сливками. Крафтовая бумага, да? Как крафт называется? Упаковочная бумага. Здесь такие вкусняшки продаются. Эту часто, кстати, покупаю. Шестерка и хлебушек, и кофе, и семечки. Вот, смотрите, какое солнышко. Так лепит, слепит. Очень классная погода. Реально, когда солнышко выходит, ощущение, что больше энергии как-то в организме, в теле. Хочется что-то делать. Да. Работать хочется наконец-то. Настроение хорошее, да. Смотрите, на деревьях котики уже распускаются. Капец. Потепление и весна полнейшим ходом. У нас тут, кстати, что-то строят непонятно. Такие узкие окна вверху. И я сомневаюсь, что это магазин. Мы в магазине купили, ели кушать. Яблочек купила. Что-то так яблочек захотелось. Вот, иду домой. Буду монтировать сегодня почти целый день. У меня материалов на 4 видео есть, так что будет что-то интересненькое выходить. Вообще, настроение по полной программе. Сейчас буду фототь сначала, а потом уже монтировать. Вот. Хочу на обзоры на фото разных няшек красивых. Да, девочки заражаются моими няшками и вкусняшками. Я сейчас сделаю фотографии, и вы посмотрите, как зеркало, которое стоит вот здесь, отдает зайчики. Так классно, такая радуга получается даже. Оно уже немножко проходит. Сейчас я подвину, будет больше, наверное. Вот, и зеркало подвинуло, немножко больше стало. Но все равно телефон так не передает, жалко. Я отфотала почти, ну, не все. Я себя отфотала, это самое главное. Вот, но как же я довольна этому подарком. Такое все няшное. Я сейчас надела свои сережки, Юркину рубашку, которую они носят, черную. Я обожаю черные рубашки, и они мне идут. Девочки за кулисье, как проходит съемка блогера? Все валяется. Два субокса и простыня. Потом это все, конечно, нужно убирать. Очень радует, когда нужно убирать. Особенно детали после фотографий, потому что они мелкие. Я супик, кстати, поставила. Сейчас курочка варится, буду что-то забрасывать. Не знаю, сделать вермишельный суп или рисовый. Пока что думаю. Смотрите, какую я себе красоту, романтику устроила. Взяла то, что у меня было в подарке. Гриллианда повесила. Уютно? Я вам так покажу закат. Видите, какой красивый. Давно такого я не видела. Хороший день сегодня был. Солнышко. Сейчас буду супик варить. Бульончик у меня уже сварился. Сейчас только пенку вот эту вот ненужную уберу. Очередной раз. И буду добавлять потихоньку картошку, морковку, лук. Все как обычно. Как обычно на кухне. Готовлю. Я так яблок сегодня захотела. Купили с Юрой яблочки. Очень вкусные. Такие зимние. Вот эти вот то, что рябые. Они очень такие вкусные, сладкие. Ароматные. Они пахнут сами по себе. Не то, что вот эти вот большие, искусственные, красивые. Я не люблю красивые яблоки. Я люблю даже где-то, если они испорченные. Вот ничего страшного. Я уже всего начистила. Сейчас буду резать. Потихоньку. Я хотела поговорить по поводу моего нового видео, которое вышло на основном канале. Про блокнот девочки. Там она написала по поводу того, что это детский сад. Что в моем возрасте детей рожать надо, а не блокнотики рисовать. Честно, мне было и обидно с одной стороны, а с другой стороны и смешно. Я сейчас стараюсь не обращать внимания на какие-то негативные комментарии. У меня их, в принципе, мало на самом-то деле. Вот. Хейтеров у меня таковых нет. Но все же человек не понимает, что я, в принципе, делаю то, что я хочу. Правильно? И тем более, вчера, когда я загружала видео про блокнот, я искала подобные видео, чтобы теги посмотреть. Ну, это специально так, оптимизация специального видео, чтобы оно хорошо продвигалось. И вы знаете, я находила видео про блокноты и про наклеечки. Женщины по 45, по 35 лет снимают. И у них каналы есть только на эти темы, про эти темы. Так что я не знаю. Я, это она только про эти наклейки как бы рассказала. Про разные там фломастеры, про сам блокнотик. Но у меня вот скоро выйдет видео, как я именно этот блокнот оформляю. Она, наверное, будет вообще в шоке. Я не знаю, смотрит она меня или нет на влоговом канале. Если смотрит, тебе большой привет. Вот. И, в принципе, я не люблю, когда мне там говорят по поводу детей. Начинают вместо меня думать, когда их не морожать и все такое. Так что иногда лучше, конечно, следить за своей жизнью. И все-таки я всем советую делать то, что вам нравится. Я сама по себе заметила, что я лично вот такие видео про блокноты, ведения, разные планеры и все такое. Мне нравится смотреть такие видео. Почему? Потому что я очень хочу научиться правильно распределять дела свои. Как-то нормировать свой график. Потому что дома работать, на самом деле, это очень сложно. Когда ты работаешь на какого-то дядю, ты думаешь, что вот если бы я дома работала, я бы больше делал, делал, больше зарабатывал. На самом деле, нет. Диван всегда манит, я вам скажу. Но, честное слово, что я последнее время, последних несколько дней, я просто даже не успеваю смотреть других блогеров. Максимум кайфу Ваню смотрю, когда делаю макияж. Вот. Так что у меня нет такой проблемы, что я сижу в YouTube и пересматриваю все видео, трачу на это время. Вот. Когда кушаю, когда делаю макияж, я смотрю видео. Не без этого. Мы, кстати, с Юрой начали смотреть сериал. Называется «Карточный домик». Смотрим мы такую первую серию с ним. С удовольствием посмотрели первую серию. И потом, оказывается… Вон Юра пришел. Давай, рассказывай, как ты… Что? Как ты лоханулся? Э… А… Про «Карточный домик». Ну, что бывает. Оказывается, он включил пятый сезон. И на первую серию? На первую серию, да. Мы, конечно, не в понятках там. Мы много чего не понимаем, что происходит. Но… Все-таки хотим досмотреть. Ну, ничего, бывает. Так там хватит последнего сезона. Все понятно. Так хватит, да. Что-то… Нормально. Я сейчас, наконец-то, пойду монтировать. Вот. Вот эта штора у нас. Боже, сколько ей лет? Я не знаю. Еще… Когда я с мамой жила, покупали. В секонд-хенде купили ее. Какая она классная. Вы посмотрите. Она мне так нравится. Она инвестируется хорошо. И… Такая стильная. За копейки что-то купили. В секонд-хенде можно много классных вещей найти. Кстати, рубашка – это тоже оттуда вам. Эта рубашка… Вообще-то, Юрина. Я у него взяла поносить. Вообще, не возвращая. Я не буду возвращать, потому что он ее не носит. А мне она, в принципе, комфортная и нравится. Тут качество хорошее. Еще я сегодня такие классные фоточки в инста сделала. Мне так они нравятся. Вот. Потому что солнышко вышло. И было настроение фотографироваться, улыбаться на фотографиях. И… Ну, свет хороший был. Это тоже очень большой плюс, когда солнышко выходит. Кстати, хотела сказать, девочки… Ну, те, кто ко мне недавно добавился, вам всем огромный привет. Где-то 43 человека ко мне за месяц добавилось. Подписались на мой влоговый канал. Спасибо вам большое. Добро пожаловать в мой мир. Будем общаться. Если какие-то есть вопросы, задавайте в комментариях. Постараюсь ответить. В этот раз, кстати, я луки, морковку не поджаривала. Такой диетический супик будет. Вермишель кину. Скорее всего, вермишельный суп будет. Вот. Курочка домашняя. Нямсик. Так пахнет по всей квартире. Я так долго делала заставку для видео про басму. Вообще, я не могла нормально придумать, как бы ее так сделать, чтобы и внимание привлечь, и выглядело нормально. Ну, вот волосы, кстати, без фотошопа. Ну, вы, в принципе, видео могли видеть. Хух. Думаю, такая кликабельная. Я вот просто сейчас веду у себя на YouTube более такие яркие, можно сказать, детские заставки. Вот. И, кстати, вышло новое видео про подарки. Если не видели, заходите, смотрите. Ну, все, ребята. Я буду отключаться. Сейчас скину файл и буду монтировать влог. Вот. И до завтра. Завтра у меня, кстати, день рождения. Да. Я не знаю, как этот праздник пройдет. Но, думаю, все будет хорошо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok